Финал пробились только пятеро. Серебро завоевал Андрей Аксенов, воспитанник тренера Владимира Кафанова. Он уступил спортсмену из поселка Кировского. Зато остальные уссурийские финалисты завершили поединки в свою пользу. Ефим Кадзира в весовой категории до 71 килограмма среди юниоров встретился с Александром Слученковым из поселка Кировского. В первом же раунде Ефим отправил соперника в нокдаун, после которого судья в ринге решил остановить бой. Победа Ефима Кадзиры ввиду явного преимущества. Еще один юниор Максим Закаминный в финале встречался с Максимом Шимченко из Владивостока. Однажды они уже боксировали на Кубке Владивостока в декабре. Тогда хозяин ринга проиграл. Сейчас собирался взять реванш. Попытки обыграть Закаминного провалились. Заслуженная победа уссурийца. Среди взрослых спортсменов в весе до 75 килограммов боксировал Станислав Маланчук. Его соперник Евгений Амельченко из Владивостока. Парни встречались впервые, не знали друг друга. Но при этом Амельченко зарекомендовал себя в предварительных поединках. Маланчук изучал противника только в первом раунде. Затем тактика выстроилась сама собой и уверенная победа досталась уссурийскому кикбоксеру. Фаворитом категории до 71 килограмма изначально был Александр Захаров. Бронзовый призер чемпионата России прошлого года. В финале Саша встретился с Андреем Землянухиным из находки. Не простоял Андрей и одного раунда. После пропущенного удара ему отсчитали нокдаун. И ввиду технического превосходства победу присудили Захарову. Чемпионат и первенство Дальнего Востока пройдут в марте в Якутске, где будут разыгрываться путевки на российские соревнования.